Всем, это студия Грекан ТВ, у микрофона друг, и мы начинаем трансляцию матча Signature Trust против команды FiveEva. Это четверть финала Айлиги, соответственно, ребята борются за выход в полуфинал. Ну, пожелаем удачи обеим командам, и давайте перейдем непосредственно к пикам. Баны вы видите сами, а пики озвучу, вдруг вы на них не смотрите. Тролль Варлор, Клоквер, Квич Доктор и Темплер Ассасин для Signature Trust. Со стороны команды FiveEva, Шейкер, Зевс, Элдер Тайтан, наконец-то появился у нас в пиках, и Пак вместе с Морфлингом. Ну, Морф по данному пику, скорее всего, будет выполнять роль Керри, Шейкер и Зевс, как я понимаю, будут саппортить, Пак, скорее всего, пойдет на мидлейн. Морф будет фармить, а Элдер Тайтана должны загнать на сложную линию, пусть там бедняга барахтается и пытается что-то сделать. Это было бы, наверное, разумно, хотя у нас очень часто Морфлинг появляется на оффлейне, и сложный Морфлинг выходит никем абсолютно. Ну, хорошим таким саппортом минуты до 30-й, а где-то минуты после 30-й начинает убивать, все-таки обязывает сам герой к этому. Со стороны команды Signature Trust по строте все элементарно. Клокверк уходит у нас на сложную, Тролль, Варлорд, Вичдоктор и еще какой-нибудь саппортишка будет у нас заниматься фармом, ну и Темплар Ассасин наверняка для Майпро на мидлейн. В общем-то, кто нужен? Нужен какой-то хороший саппорт, который, 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 который бы собирал всех. Вот Энигма здесь вообще нужен прям невероятно. Вичдоктор есть, Клок есть, все будут биться об Коги, но здесь Никс Ассасин. Для Signature Trust решили взять все свои руки еще в мид-гейме и сделать такого вот саппорта-убийцу. И стан есть, и одного кого-то можно выключать. Би-Би забирает у нас Никс Ассасина, Майпро берет Темплар Ассасин на мидлейн. Насколько я могу судить, Абба уходит в сложную на Клокверке Лейкелс. На Тролль Варлорде будет фармить у нас в легкой, и Вичдоктор будет его саппортить. Со стороны команды FiveEva, Ясера берет себе Шейкера, Полосон для Зевса. Маск будет играть у нас на паке, Миракл будет фармить на Морфлинге, и это не саппорт Морфлинг, что уже радует. Ну и сложно отправиться... Так, Чибикс что ли забирает себе Элдер Тайтона? Ну да, получается, Чибикс берет себе Элдер Тайтона, и Элдер Тайтон тоже, по идее, должен хорошенько так выформить. Потому что Чибикс обыкновенно отыгрывает роль Керри. С переменным успехом, правда, хотя не с переменным успехом, скорее меняется просто ролями у нас с Мираклом. Миракл, по-моему, месяца два назад только позволил себе взять Керри, и с тех пор с этой роли никуда вообще не уходит. Пауза со старта, азиатская дота, прошу любить и жаловать. Все как обычно, ничего не меняется. Все, давайте еще раз по героям пробежимся, чтобы все-всех запомнили. Со стороны команды Сигнейча Траст, Бумбелл будет играть на Витч Докторе, Лейклз на Тролль Варлорде, Аббак Локверк, Никс Ассасин для Би-Би, и Майпро будет играть на Темплар Ассасин. Файв Эва, Морфлинг для Миракла. Маск будет играть у нас на Паки, Ясера на Шейкере. Полосан будет играть на Зевсе, и пятый герой Чибикс Элдер Тайтан. Все, ждем, когда команды вернутся. Ну, по данной, собственно, по данному турниру вообще, что можно сказать. В азиатском дивизионе у нас четвертьфинал не сыгран только... А нет, тут две пары четвертьфиналов не сыграны. Файв Эва играет сейчас против Сигнейча Траст. И победитель выходит на победителя пары МВП Феникс против команды Минески. Собственно, там коллективы с коллективами играли 500 миллионов раз. Все друг друга знают идеально абсолютно. Поэтому это совершенно, ну, как бы, не новые игры для каждой из команд. Во-первых, High League, во-вторых, любые другие чемпионаты. Все время их комплектуют друг с другом. Там это вот как, если представить, что Asus Polar, например, не знали бы стиль игры Empire. Или Empire не знали бы, как играть против PR. Ну, это смешно вообще. Или Virtus.pro в свое время там не знали бы, что может Na'Vi им предложить. Поэтому команды, команда, одна другую знают, встречаются, наверное, чаще даже, чем игроки обеих команд. Коман встречаются со своими родителями, выходя из-за компьютера. И, собственно, удивлять тут, наверное, никто никого не будет. Ну, вот Elder Titan в пике 5-эва, да, немножко новенькое, что-то свежее в данной азиатской доте. А так, в принципе, в пике стандартные. Ну, и пак. Пак тоже давным-давно не был у нас в пике. Наверное, музычку надо сделать в игре потише, а то как-то даже мне по ушам бьет. Ну, все, в принципе, теперь все готово. Лейкелс уже отправился тут накалять Полосона. Полосон не так и просто его накалить. И на нижнем лине. Мид, та же история, но здесь Миракл будет попытаться с Чибиксом что-то забрать. Вряд ли это получится. Аба уже стоит здесь, и Аба забирает у нас Баунти Руну. Миракл отправляется без ничего фармить на нижней лине. Вообще, будет трипла внизу со стороны команды 5-эва. Маск пока что здесь, но должен же перетягиваться на мид. Или Миракл на мид? Нет, пак у нас отправляется на нижнем лине, а Миракл, как я понимаю, идет на мид-лейн. Есть у него два танга чужих. И будет фармить здесь против Майпро. Ой, нелегкая задача будет для Миракла. Против Темплар Ассасин фармить на Морфлинге, который на ранних левелах вообще дичайший доходяга. У него всего-то 549 сейчас хп. Где-то перекачиваться в силу это остаться без демеджа. Перекачиваться в ловкость это с двух ударов Майпро. Под репликейтом и молдом просто рассыпаться. Короче говоря, у Миракла такая ювелирная должна быть работа. Миракл ты ювелир. Язера у нас фармит на топ-лейне. Фармящий Шейкер в сложной. Помогает ему Полосом на Зевсе. Немножко решил облегчить участь Шейкера. В Соло, конечно, Шейкер слабо стоит у нас на топ-лейне. Практически невозможно это делать, если, конечно, ты не Йоку. Очередные траблы. Опять у нас проблема с дотой. У нас 2015 год на дворе. Скоро закончится первая половина 2015 года. Это вторая половина второго десятилетия 21 века. У нас игроки не могут онлайн игру провести без каких-то траблов. То, чтобы прям сильно горело, но, по-моему, это уже какой-то верх вообще. Апогей нелепости. Команды не могут просто в компьютер поиграть. Десять человек, которые получают зарплату, у которых есть спонсоры. Которые играют в матчах, организованных серьезнейшим и одним из богатейших вообще телевидений. Это МБА ТВ и Айлига. И они не могут организовать безопасную игру для своих команд. У меня даже тут даже вопросы не знаю, как сформулировать и кому эти вопросы задать. Опять проблемы. Теперь с ДОТА ТВ какие-то проблемы. Так нормально все. Мы на Твиче показываем. Выключайте ДОТА ТВ. Все равно там нормальных кастеров нет. До сих пор по старинке у нас Миракл называет Сигнейча Траст Мид Траст. Так и было. До какого-то времени. Теперь Сигнейча у нас Сигнейч. Ну, конечно, для олдскульных ребят данный коллектив является Мид Траст. Просто переименовали себя. Новый спонсор, новое имя. Это все, в принципе, элементарно. И ВП Полар, и Асус Полар. Вы это прекрасно знаете. Все рано или поздно имена свои меняют в зависимости от спонсора. Ну, смотря опять же на каком уровне. Ну что, Маск у нас пытается поймать Абу. Чибикс уже пустил здесь иллюзию. Ну и на лоу ХП здесь был Аба. А теперь Аба отпивается. Им могут загнать здесь Чибикса. Скорее всего заберут. Батарея Саут закрывает у нас Чибикса в Коге. Прилетает сюда Пак и Фёст Блат для Аббаю. Также забрали у нас Вич Доктора со стороны команды 5-Eva. В любом случае Клок забирает максимум золота из данного файта. Ну а Пак тоже немножко денежек себе насуетил. 1-0 начинает идти у нас Маск. И 1-0 у нас Аба. Ну и саппорты по одному разу крякнули у нас. На топ-лейне у Ясеры. 4 на 0. Вот это я понимаю Шейкер фармит. 3 минуты почти сыгран. Но у Шейкера всего лишь 4 крипа. Стараются гонять здесь Никса Сасина. Кстати, нет-то у Никса Карапаси. И можно попытаться его прогнать. Но не хватает просто мануэлементарного полоса. Лейкелс грызается у нас в Зевса. Знает прекрасно, что нет у Ясеры фиссуры. Ну и полоса на лоу хп. Последний шанс был спрятаться за одну из елок. Лейкелс из вида у нас полоса на не потерял. Забирает второй фраг для своей команды. 2-1 Сигнейчат Раст повели в данном матче. И по золоту они уже выигрывают 1200. А по экспириенсу где-то 700. Тоже в пользу команды Сигнейчат Раст. У Майпро на мидлейне. 12 на 7. У Миракла 4 на 5. Та проблема, о которой я говорил, она никуда деться не могла. Потому что Templar Assassin в любом случае сильнее, чем Морфлинг на ранних левелах. Да, Морф чуть ли не непобедим вообще в лыте. Но на ранних левелах под рефракшеном Templar Assassin при любом раскладе вообще у нас гнобит Морфлинга. Даже если герой, точнее игрок сам по себе скиллом пониже. У Майпро все нормально. Со скиллом Чибикса поймали опять в коге. И через батарея саут забирают. Мэск будет пытаться здесь Абу взять. Но опять же, Бумбелл нормально уже под хил прокачал здесь в один. Бумбелл, как нянька, провел у нас Абу немножко. А Аба опять с хилинг селлом. Откуда у него только берутся все эти бутылки. Постоянно, как не посмотрю, Аба у нас пьющий. Пьющий Клоквер Горе в команде. На лоу ХП у нас Морфлинг. На медлейне Майпро пошел у нас за Миреклом гнаться. Ну, перекачка и все. И 48 демеджа у нас у Морфлинга в итоге. Перекачка вообще для Морфа губительней, чем, я не знаю, чем просто смерть. Маны в итоге практически нет. ХП тоже, ХП не так много, но и демеджа нет. Тут по-хорошему бы перекачаться в ловкость, включить. Так, там развалили у нас в это время Элдер Тайтона и убили также Абу. Ну и Мэск отправляется в таверну. 2-5 становится счет по итогам файтов. Плюс остались игроки команды 5-5, даже несмотря на то, что они вдвоем умерли. И Зевс на лоу ХП. За Зевсом бегут животные. Что-то им такое сделал. Полосан не должен здесь тусоваться. Лучше бы отправиться ему на собственный фонтан и похилиться. 2-5 счет на данный момент. У нас и Шейкер на лоу ХП тоже убегает с топлейна. Давайте по героям пробежимся. 5 минус сыгранного. У Морфлинга есть Боттл, есть Рейсбенд. Больше, в принципе, ничего для Темплар Ассасин. Уже имеется Боттл. И есть Фейсбут Си. Есть также Мэджик Стик у нас для Майпро. У Тролль Варлорда Фейсбут Си. Ринг оф Протекшн. И 900 на руках для Лейкелса. То есть уже можно идти, приобретать себе Мордип Маск. И комфорт на линии вообще будет никак не портиться для Лейкелса. Просто стой, бей крипов. Собственно, ХП сами тебе вернутся. И на героев смело можно уже выходить. Тролль Варлорду. В принципе, Ринг Аксесс в 3 вкачено. Баттл Транс есть. Ну и Берсеркер Рейдж тоже имеется. И пассив КВ-1. Короче говоря, нормальная боевая единица в виде Тролль Варлорда. Да, вот, собственно, Мордип Маск появляется для Лейкелса. И пока что команда 5-5 нифига вообще с Лейкелсом сделать не сможет. По левелам. Два шестых в составе команды Сигнейчи Траст. И только-только Маск взял у нас шестой левел. Ну что, Баттл Транс включает у нас Тролль Варлорд. Развалили Полосона. Дальше за Чибикса. Мабба. Через Батриасаут уже четвертый фраг получается с его участием. Двоих он сам забрал. И два ассиста у нас от Клокверка. Это у Аббы еще нет хукшота. Совсем немножко остается половину левела у нас Абби. И с появлением хукшота вообще будут команду 5-5, наверное, не замечать. Игроки команды Сигнейчи Траст. Так, Элдер Тайтона. Опять у нас закрыли в Коге. Через Батриасаут еще раз Абба это делает. Третий фраг от оффлейнера команды Сигнейчи Траст. Элдер Тайтон вообще не заходит. 0-4-2. С таким же успехом можно было под фонтаном стоять. И, наверное, полезнее было бы. 2-7 проигрывает команда 5-5 по золоту. Они уже горят. 4 тысячи на шестой минуте. Что? Что это такое вообще? Как это называется? Полосон в продолжении адского вообще балета в составе команды 5-5. Ты не ты, когда ты Полосон. Что ж творится? 2-8. 5-5 начинают. Тут уже некуда этот файт. Майпро пытались поймать. Майпро под рефракшеном. Сайленс на него. Дримко разорвали. Ну и Майпро должны здесь забирать. Да, забирают Майпро. И за Бумбелом бежать нет смысла. 3-8. Темплар Ассасин здесь, наверное, по цене, не знаю, платины была. За одну Темпларку заработали 700 голды. Так это на 8-й минуте. И 1000 опыта. Очень дорого вышло. В итоге для команды 5-5 убитая Темплар Ассасин на мидлейне. Ну, это уже неплохо. Уже где-то хотя бы к четверке приближаются. Хотя вопиющий показатель для 5-5 вообще. Миракл просто несчастный. 17 на 7 крипт стат. Со стороны команды Signature Trust. Так, кстати, Миракл у нас на Лейклса нарывается. Миракл отрезает фиссурой Шейкера. И тем самым, в принципе, спасает его мокрую задницу. У Морфлинга наконец-то Boots of Speed появился. Ну и Абба 6-й левел есть. Хукшот уже был проюзан. Я так понимаю, только что правда все остались живы. Неужели Абба не попал? Баттериас аут есть. Коги есть. Поэтому Полосона или Чибикса не проблема закрыть совершенно. Абба еще, я так понимаю, играется с командой 5-эва. Делает вид, что якобы у него есть кукшот. Отгоняет отсюда Полосона. Амиракл как не посмотрит, что у себя под фонтаном, то на линии без хп не может подойти к крипам вообще. ТП на мид-лейн. ТП на мид-лейн. За майпро. Майпро еще 4 удара на рефракшене были. Майпро готов рываться у нас. Взорвал трэп за Полосоном. Один удар из Мелда и разорвется у нас Полосон. Нет. В итоге майпро попадает под дримкойл и вынужден отсюда убегать. Но то, что провязали дримкойл просто, чтобы спасти одного Зевса, это тревожный звонок для команды 5-эва. Вообще тут прям просится для 5-эва какие-нибудь нормальные артефакты на хп. Ну, на подсейв. Что-то вроде мекки. Но кому ее собирать, толком сейчас непонятно. Разве что Морф мог бы об этом подумать. Но с другой стороны, Морфлинг вообще не бьет у нас практически с руки. Кое-как здесь Бутсов Спид и Ринго Факвила для Мирекла появилось. И просто так жертвовать всем своим золотом, чтобы приобрести мекку для всей ракотеки в своем составе. Это, конечно... Ну, это дорога в никуда. Команда 5-эва просто-напросто в лейти не вывезет. Здесь Темплар Ассасин, здесь Клокверк, здесь Тролль Варлорд. И они должны, в принципе, стирать вообще 5-эва при наличии БКБ. А БКБ здесь, я думаю, обязателен. И Троллю, и Темпларки. Потому что все-таки Пак, и Шейкер, и Зевс, и Элдер Тайтан, и все-все-все, все, кто только можно, бьют магическим раскастом. Появится БКБ у Тролль Варлорда, он, в принципе, будет неуязвим. Просто run and gun, бей-беги, проблем никаких не будет. Бумбелл под собственный Т2, загнали его одной иллюзией Элдер Тайтана. Вот появляется, собственно, у Абы Блэйдмейл. У Клокверка есть хукшот, есть восьмой левел, есть Блэйдмейл. Кого угодно можно закрывать, и кого угодно можно убивать в составе команды 5-эва, разве что морф сможет у нас улететь за счет вейфор. Все, все остальных, ребят, шансов спастись нет вообще никаких. И адаптив страйк, нету морфа, чтобы вытолкнуть, например, того же Клока из Когов и оставить наедине там кого-то из своих тиммейтов. Майпро уже на нижнем лане, у него есть Эггис, у него есть Боттл, Фейсбутцы. Ну и лежит уже Яша для Майпро в Курьере. Фарму на первом месте у нас Лейклс 5-300. Ну и Майпро практически идентично идет. Сейчас заберет Тауэр и будет у него больше денег. Ну что, Майпро доковыряет пока внизу Тауэр. Аба у нас закрывает Язеру, включает Блэйдмейл, и поэтому Язере топать никакого смысла нет. Мирикл по Абе, подкоп пошел по Мириклу, где у нас Никс. Никс на лох и П, ну Никс в принципе и не должен здесь рваться. Минус 4 делает команда Сигнейший Траст, по-моему самое время писать 5-5, самое время писать ГГ. Тут ситуация просто печальнейшая для них. Перефарм жесточайший. 12-ая минута, 8 тысяч. Как так получается, непонятно. Где-то по 700 в минуту больше зарабатывает Сигнейший Траст, и по фрагам чудеса, и по экспе, и по всему, по всему, по всему. И сейчас начнут падать товара. Нижний лайн уже Т1 снесен. До Т2 допушили у нас скрипы. Летит сюда Мирикл фармить. Но это просто вопрос для Майпро, когда он сюда подойдет и заберет у нас, или хотя бы отгонит от фарма Морфлинга. Он может это делать соло без вопросов. Но немножко стесняется скромничать. Все-таки на карте не всех видно. И опять же у нас тут топчется под собственным Т1 на топ-лейне игроки команды 5-5. Вне зоны вижена команды Сигнейший Траст. 8 тысяч Сигнейший Траст. По экспе 10 тысяч в пользу Трастов. У Пака есть Даггер. Это уже хорошо. В принципе, Даггер поздний, потому что это 13-е. Ну да, получается 13-ая минута. У Мэска появляется Даггер, но у него на 13-ой, даже на 14-ой минуте 9-ый левел еще. Смоук юзают игроки команды 5-5 и решили пойти на хайграунд. Темплар Ассасин не видят. Ну, точнее, видят, но не достают. И пошли обходить через лес. Лесами, полями выйти в бок команды 5-5 и хоть что-то попытаться сделать. Давайте посмотрим. Файт должен быть интересным. Первым у нас идет Зевс. Увидели Никса Ассасина. Просветили. Никса очень быстро разбирает команды 5-5. Дримкоил сразу по 2-им. И Лейкел здесь и Бумбелл. Бумбелла надо разбирать. Убивают Бумбелла. 2 в 1 пока подрались. 5-5 только полосу на потеряли. За Меском погоня. Меск у нас на лоу-граунд улетает. И за Язеро и погнался Майпро. И все. Майпро бьет и бежит. 2 в 2 в итоге по файтеру. Все очень удачный выход был от команды Signature Trust. 3 в 2. Забрали еще и Шекера. Ой, Signature Trust. Удачный выход был, конечно же, от команды 5-Eva. В ряды команды Signature Trust заходили в бок и могли где-то по одному выключать игроков команды 5-Eva. Но дичайший перефарм от Signature Trust. 5-Eva выходили в бок команды Signature Trust. И, собственно, могли по одному забирать. Но у Signature Trust дичайший перефарм. И комплектация по хп, по дэмэджу всего предостаточной гораздо больше, чем в команды 5-Eva. Поэтому еще и больше настреляли у нас в итоге игроки с Signature Trust. Но Миракл под собственным Тауэром. Поймал здесь Майпро. И Майпро не холодно, не жарко. Он дальше побежит бить Миракла. Под ДД здесь Темплар Оссасин. Из Мелда. По собственной иллюзии. Майпро. За ним бежит Чибикс. Майпро с ДД, ну так юзай его. Сейчас будет Мелд и Чибикса должны расковырять. Еще один удар по Чибиксу, Чибикс умирает. На Полосон не знает, куда Майпро вообще переключится. Теряет Эйджис. Мэск вместе с Полосоном поделили по одной каске. Ну и расходятся. Дримкойл от пака. Ну и Темплар Оссасин. Дальше за Мэском. Полосон на лоу хп. И Майпро должен забирать у нас Полосона. Трэпов никуда ушло. В итоге у Темплар Оссасин файт закончился не знаю сколько в... Не знаю сколько. Давайте смотреть. Два в один. Два в один. Ну а по факту один в один. Потому что Темплар Оссасин просто потеряла у нас Эйджис. Больше в принципе ничего Майпро сделать не смогли. Ну и до БКБ совсем немного остается Темплар Оссасин. Сейчас две пачки Эншентов и проблема БКБ будет решена. А вот собственно и эти пачки Эншентов. Несколько мультиспаунов. Ну и все. Здесь 100% будет 375 золота необходимой Майпро. Ну и не так-то долго надо Темплар Оссасин с Эншентами разбираться. Через Сип Блэйдс все в принципе само собой проходит. Ну живы еще основные крипы и уже почти 1300 для Майпро. Ну и Майпро оставляет на лоу ХП у нас одного Эншента. Потому что драка у нас... А не пойми где у нас вообще драка. Вернись Майпро и добей беднягу чтобы он не мучился. 54 секунда. Как раз. Как раз. Отходить появится новый спаун. Вот собственно 30-ти ротопсы ждут теперь у нас команду Сигней Чит Раст. Что по золоту. 11 тысяч Сигней Чит Раст. Где-то к 12 даже ближе по экспириенсу. 10 с копейками тоже в пользу коллектива Сигней Чит Раст. 5-фэва. Бомжи бомжовы. Им невозможно вообще сейчас что-то Сигней Чит Раст противопоставить. По фарму. Три первых героя у нас. Тролль Варлорд. Темплар Оссасин. И Клокверк соответственно. Ну и дальше уже на четвертом месте. Кое-как ютится у нас Морфинг от Мирекла. 6700 у него. У Пака 5800. Ну и дальше видите. Дальше. Дальше только грязь. Ничего в принципе серьезного. Следующие игроки. Которые у нас по убывающей идут в списке. Фармил не представляют. Ну у Полосона ничего особенного нет. На дэмэдж Солринг правда есть для пополнения маны. Ну и все. Транквилы, Солринг. Такими артефактами в принципе сильно не поубиваешь. У Чибикса тоже Солринг и Транквилы. Больше у Титана ничего нет. У Шейкера Транквилы и Солринг. Я боюсь даже смотреть теперь Меска. У Меска к счастью да. Нет Транквил, нет Солринга. У него Бутсов Спид, Блинг Даггер и Пойнт Бустер есть. Для Пака. Пак собирается выйти у нас в агоним. Фай Фэва опять во вражеский лес. На этот раз они думают, что им повезет. Что они найдут кого-то одного. Но команда Сигней Чит Раст по-моему на дичайшем ходу. И ходят они вместе. Юзают Смок. Под собственным вардом. Причем синим, чтобы не было никакого палева. Ну и вниз. Вниз куда-то там. Должны понимать, что Миракл уже оттуда ушел. Нет смысла туда бежать. И под Смоком Сигней Чит Раст втроем на мид лейн. Будут ловить Миракла. У них с Ассасина почти есть Даггер. Был бы Даггер, было бы повеселее. Миракла скорее всего здесь могут поймать. И не пошли дальше. Не пошли. Смок спадает с команды Сигней Чит Раст. Все, они вынуждены отходить. С хайграунда спускается Полосон. Ничего серьезного себя правда не представляет. Но тем не менее отгоняет команду Сигней Чит Растов Т2. И волнуются Сигней Чит Растов. Не собираются лезть. Не собирается у нас команда Сигней Чит Раст. Я так понимаю реализовывает свое преимущество. Десятка для них по золоту, по эксперт. Тоже порядка десяти. Ждут, переминаются с ноги на ногу. Вот два Даггера сразу же приобретает себе Никс Ассасин. Это шутка, конечно. Один купил, сразу же продал. Потом еще один купил в магазине поближе. Это кто такой у нас? Это что еще такое? Ясно. У Майпро уже есть БКБ. Яша как был так и остается. Ну и появляется Этериал Блейд для Миракла. Наконец-то. Правда ничего нет. Линки нет и нет Яши. И бабочки нет для Морфлинга. И Скади ничего вообще для Морфлинга нет. Зато есть Этериал. Верит, что демеджем справится он с командой Сигней Чит Раст. Ну здесь кроме веры в команде 5-5 почти ничего не остается. Просто стараться не подставляться и всячески пытаться не врываться в файты, в которые не по шансам в команде 5-5. Вот показательной стала драка, когда 5-5 зашли у нас через лес. Тем самым огребли больше, чем нанесли вообще демеджа. Вроде они атаковали, а в итоге на обратной атаке 3-2 подрались игроки Сигней Чит Раст в свою пользу. У Чибикса есть Солринг, есть Транквилы. Пока что больше ничего. И для Шейкера появляется Даггер. Это уже хорошо. Даггер есть у Пака, есть у Морфлинга Этериал. Ну и есть Даггер для Шейкера. Элдер Тайтен и так, в принципе, с километров все свое вкастовать сможет. Полосону тоже не обязательно в файт врываться. Все остальные врываться могут либо своими силами, либо при помощи вспомогательных артефактов. Ну и у Никс Ассасина тоже есть Даггер. У Клохверка тоже, кстати, набор артефактов достаточно приличный. Блэйд Мейл, Форстафы и полторы тысячи сверху. Еще и Грейжен и Тапок, Транквил Буцы у нас у Абы, у Лейкелса. Практически то же самое, что для Темплар Ассасин, только нет. Нет еще Даггера. Но Даггер, я думаю, у Тролля появится. Все-таки команда Сигней Чит Раст давит, и они диктуют, где и когда драться. Поэтому Лейкелсу вообще не будет лишним Даггер. Вот вам, пожалуйста. Не успел сказать, Лейкелс уже приобретает себе Даггер. Не стал грейдить Яшу, например, до Сенжин Яша. Тут действительно наличие Даггера. Но на данном этапе, при данном преимуществе, команда Сигней Чит Раст, и с таким пиком Даггер, наверное, обязательный на Тролле. Чтобы не бегать полыгры у нас за 5-5, все-таки там ребята с Даггерами и ребята с вейвформом. И уйти есть все возможности подстанеть, подстопить и убежать. Поэтому если не вгрызться в кого-то моментально, то можно так и полжизни потратить на ловлю игроков команды 5-5. Т2 снизу команды 5-5 развалился. В это время сами детки Миракла пилят у нас Тауэр на топ-лейне. Т1 забирают, Морфингу надо выходить дефать собственный хайграунд. Лейкелс с Аэгисом, Лейкелсу можно, его фиссурой закрывают, он не боится. Да, скорее всего потеряет здесь Эджис у нас. Лейкелс умирает, Лейкелс в первый раз. Майпро в это время полос она отправляет в Тавер. Ну, крипов убили, хотя вот приходит пачка крипов, машинка тоже у нас стоит, Лейкелс. Не на лоу хп, но неплохо так потрепали у нас тролли Варлорда. Майпро в Мэлд залез и думает, что его никто не видел. По-моему, видели. Хотя, по идее, вот не должны вроде. По золоту 13 тысяч в пользу команды Signature Trust, по экспириенсу 12 с копейками. Тоже оно. Тоже в пользу команды Signature Trust. 5-Eva выглядит нелицеприятно. И у Блинк Даггер появляется для морфа. Кому зачем? Ну, скорее всего, ворваться в файт, дать раз каст и через вейформ оттуда убежать. Это мне так видится. И убежать в сторону, опять же, своей команды, чтобы где-то Тима могла подсейвить. Посмотрим, как он сейчас провязает Даггер. Нет, Даггер почему-то не спасает. У нас от врыва в команду Signature Trust. Напали на него моментально. Хукшот от Аббы. Майпро уже здесь. И все. Один подкопотник с Ассасина. Не переживает у нас весь этот Burst Damage Morphing. Меркл вряд ли уже свою команду вытащит. Как бы ему этого не хотелось. Да и мне как бы не хотелось. Все-таки игра должна быть поинтереснее. Ну что, Зевс у нас ультанул. И в итоге в это время Мэск забирает у нас... Кого у нас там Мэск забирает? Забирает у нас Никс Ассасина. Ничего себе. Команда FiveFever четырех потеряла. Правда, троих забрала. Ну и Мэск один единственный живой. И очень далеко у нас отправляется пак. Но это просто сломать линию. Сломать, точнее, движение крипов. С тремя-четырьмя крипами смело Майпро может заходить на хайграунд. Темплар Ассасин уже есть с Энжин Яши. Я думаю, что не лишним будет следующим артефактом. Майпро приобрести Дезолятор. Деньги на это есть. Мэск решил выйти у нас на Темплар Ассасин. Ульта пошла утроль Варлорда. Майпро улетает отсюда. Решил не драться. Все-таки вдвоем уже игроки команды FiveFever. Здесь у нас и Миракл, и Мэск. Ну, функциональные герои. Лучше бы действительно не сливаться от Темпларки. 13 тысяч Сигнейчат Раст. И по экспириенсу та же история. Но время идет, а прибыль команды Сигнейчат Раст не растет. Потому что они мнутся с ноги на ногу под хайграундом. Не заходят у нас на базу команды FiveFever. Это может плохо для них закончиться. Все-таки лейт есть. Так, поймали у нас Полосана. Развалили Полосана. Абба просто через батареасаут. Все это дело делает. Ну и Бумбелл пошел выхиливать всю команду. Вернись, Абба. Абба, живи. Закрыли Никс Ассасина. Карапаси провязал у нас Би-Би-Би. И спит, кстати, у он. Ну и что? Миракла должны здесь разбирать. Да, в итоге убивают у нас Миракла. Ульт пошел у нас от Элдер Тайтона на лоу ХП. Команды Сигнейчат Раст потеряли только Темплар Ассасин. Но это важный фраг для команды FiveFever. Темпларка 900 по золоту 920 подарила команде FiveFever. Просто своей смертью. Пак врывается у нас в Лейклс. Зацепили Тролля. Команда Сигнейчат Раст начинает чудить. Иначе это не назовешь вообще никак. На Меско врыв пошел от Аббы. Должны здесь пытаться забрать Пака. Даже в Шифт не удалось уйти здесь в Паку. Полосан без маны подошел потренироваться с командой FiveFever. Так, Шейкер у нас в это время забирает Аббу. Забирает также Вич Доктора, на котором играл Бумбел. Ну и это 4 фрага для команды FiveFever. По итогам файта 1000 с копейками заработали FiveFever. И по ХП тоже 3-400 в их пользу. Графики пошли в пользу команды FiveFever. Сигнейчат Раст где-то до 11 тысяч скатывается. С 14. По ХП с 14 до 9 с лишним. ... ... ... ... У морфинга появляется Яша. Тысяча с копейками для Меркла есть сверху. Но это все после Терил Блейда и после Блинк Даггера. На кой вообще Блинк Даггер был нужен морфингу до сих пор не могу понять. За эти деньги можно было бы и... Да и БКБ не было бы лишним для морфинга. Все-таки и подкопы, и врывы, и хукшоты, и каски. Все это морфу вообще поперек горла стоит все-таки по ХП. Морф у нас проседает. Если не по ХП, так по дэмэджу тогда начинает валиться. Короче говоря, герой сам по себе сильный, но требует хорошего контроля. У Нюкса после Даггера и Аркан бутсов есть ринков реген. Готовится выйти, я думаю, БББ в Форстаф. Майпро 2600 на руках. Больше пока Темпларка ничего не приобретала. 2700, даже 2800 для Майпро. У меня есть подозрение, что выйдет в Дезолятор. Все-таки Темплар Ассасин. Все-таки они нападают, и можно это делать поуверенней. Поинт-бустер, Огрклап и 100 голды для Бумбелла имеется. Еще и Бумбелла умудряется у нас приобретать гемы. Самый богатый в команде игрок. По Нетворцу Меркл отстает на 2000 у нас от Лейклса. И на 900 отстает всего от Темплар Ассасин. Поэтому Мидлейн не сказать, что там слишком проигран у нас Морфлингом. Можно было и хуже отстоять. 3200 для Темпларки. В принципе, 2 Минтрилхаммера, если можно было бы купить, то... Точнее, если бы хотел купить Майпро, уже бы, наверное, купил. Вряд ли он оставляет здесь деньги на байбэк. Все-таки Роха появился, и, скорее всего, за него будет сражаться команда Сигнейча Траст. И вот к данному моменту приобретение Дезолятора было бы очень полезным вложением вообще для команды Сигнейча Траст. Что, нашли друг друга во вражеских лесах. Морфлинг сразу же забирает них с Ассасина. И команда 5-5 огрызается. 16-24. Майпро как будто не реагирует вообще на команду 5-5. Просто отправляется по нижнему лайну пушить, наверное, до хайграунда. В принципе, есть ТП, есть даггер. Там можно очень быстро в кусты лететь. Сплейт Пуш пошел от Темплар Ассасин. Топ Лейн пушится просто крипами. Волну запустила Сигнейча Траст. И Майпро решил немножко продавить по нижнему лайну. Ульта от Полосона на Миракл. Выход пошел от Майпро. Еще один удар. И должен умирать здесь. Морфлинг. В итоге Майпро стоит в стане. Дримкойл разрывает у нас Темплар Ассасин. Куда уходит Морф? Морф далеко не уходит. Майпро забирает у нас Морфлинга. Пак быстрее отсюда бежать. ТП аут сразу же. Никс не успевает. Подкоп не дошел. Ну и 3-0 Сигнейча Траст подрались. Сбрали Морфлинга, Зевса и Элдер Тайтона. По итогам файта, ну, очень много выиграла команда Сигнейча Траст. Столько файфайва за весь матч не выигрывали. Все видите по графикам. Как началось с преимущества команды Сигнейча Траст, так и продолжается. Только теперь график у нас как будто обновился на позиции 10 тысяч плюс для Сигнейча Траст. И потихонечку начинает движение теперь и от данной точки. Хукшот от Клока. Прямиком в Е-0 и Аба под Т4. Клок сам себя выталкивает, падает нижний тавер. Нижний барак, точнее. Падает милишный барак. Нижняя линия начинает пушиться более чем ощутимо. На Роху. На Роху заходит команда Сигнейча Траст. Ульта пошла от Зевса. Прочекали где находятся они. Ну и Сигнейча Траст с Лейкелсом. Единственные, кто пока здесь остались. Пошел у нас Элдер Тайтан со своей иллюзией. Ну и ульта в никуда. Никого здесь не поймали. В итоге Элдер Тайтан зря раскастовался. Чибикс никого здесь не нашел. И просто в никуда вообще. Сплиттер запустил. Ну и... Спирита тоже в принципе отправил не по назначению. Команда Сигнейча Траст к тому моменту от Рохи свалила. А вот теперь возвращается у нас Майпро вместе с Лейкелсом. И решили забирать тех, кто у нас забирает Рошан. Ну что, врыв пошел у нас в команду 5-5. Дезвард стоит от Сигнейча Траст. Бумбелл вкастовал Дезвард у нас в Зевса и Элдер Тайтана. В итоге Темпларка забирает себе корову. И теряет только Никс Ассасина игроки команды Сигнейча Траст. И пошли дальше. Пошли на мидлейн. Мэск на лоу хп, а быстрее отсюда бежать. Ракеты от Абы летали уже, но Мэск там в принципе мог заивейдить через шифт. Так и сделал. Сигнейча Траст просветили у нас хайграунд. Команда 5-5 готов врываться к лог. Через 3 секунды будет хукшот. БКБ есть, Блэйдмейл есть, Форд Став есть. Поэтому врыв будет даже безболезненным. У Лейкелса появляется Ай оф Скади. И Ай оф Скади для Майпро. Ничего необычного, просто в Курире лежало два Ай оф Скади. Доминатор выбрасывает Лейкелс. Решили просто заморозить всю команду 5-5. Что Майпро, что Лейкелс. У Никса Форд Став. И странно вообще, куда деваются деньги Никса Асасина. А хотя, с другой стороны, он по Нетворцу на втором месте. С конца у нас Би-Би-Би. Опережает только Чибикса. Вот увидеть Чибикса на таком дичайшем нищенстве. Это, конечно, немного удивительно. Сколько не комментирует команду 5-5, там разве что Мирклу мог Чибиксу уступать. Ну и в данном случае тоже взяли не такого шархитичного героя. Элдер Тайтон это вам не... Ну не знаю, кому там фармить невозможно. Шадоу Демону, например, невозможно вообще фармить. Никого и ничем. Ну или Скайрос Магу. Тоже, в принципе, разве что героев стилить. У Никс Ассасина есть Блинк Даггер, есть Форстаф и, в принципе, Аркан Буци есть. Такой же набор мы видели и у Клокверка, только ко всему этому Блэйд Мейл и БКБ. Правда, Клок у нас не из Даггера врывается с Хукшота. Ну что, увидели здесь Астрал Спирита. Не реагирует. Команда Сигнет Чит Раст готова заходить, я так понимаю, ломать. Уже Хэграунд 5 Эва. Все-таки Миракл с Компанией вообще не спускаются у нас с Хэграунда. Значит, Сигнет Чит Раст должны прийти к ним в гости. По артефактам всего достаточно Сигнет Чит Раст. Перефарм на 20 тысяч, по экспе 16 тысяч тоже в их пользу. Смело можно заходить. Дать нечего, Абба готов врываться. Хукшот, в принципе, тут наполовину карты бьет вообще. Вот Клокверка 15 левел, правда, еще у Аббы, но этого достаточно. Зона покрытия огромнейшая. И мидлейн, и верхний. Ну что, Абба врывается у нас в двоих. Закрывает в Когах Миракл. На лоу ХП. И Миракл может из Когов здесь не выйти. Перекачивается Миракл. У него 250 ХП, 400, 500, 600. Морфлинг быстрее отсюда бежать. Максимум силу перекачался. Оттолкнул Майпро. Майпро постоит в стане. Ну, теперь Лейкл срывается у нас с Миракла. Эхо Слэм пошел от Шейкера. У него сбили Аеги с Тролль Варлорду. Майпро фуловый. Ульта пошла у нас от Элдер Тайтона. И уходит отсюда главный герой команды Сигней Чит Раст. Тролль Варлорд. Неужели команда Сигней Чит Раст у нас подсдала? Как так случилось? Даже непонятно. На хайграунде можно, в принципе, начинать драться. Убиваем Иллюзию и все. И уходим. Не так-то просто убить у нас Репликейт Морфа. Тем более сделанный Слэйглса. Самого мощного игрока команды Сигней Чит Раст. На данный момент. Ну, стараются забрать Иллюзию. У Бумбелла есть Аганим. Еще и 1700 сверху для Вич Доктора. У Лейклса БКБ, АФ Заскади, Блинк Даггер, Сэнджин Яша, Фейсбуцы. И 3600 сверху для Тролль Варлорда. Этого действительно очень и очень много. Собираешь криты и команду 5-5 не будешь чувствовать вообще. Хотя там Доминатор вроде как был у Тролля в Курьере. Да, Доминатор уже прилетает у нас Тролль Варлорду. Лейклс, 3800. Под Инвизом. Выйдет сейчас на Полосона. Полосона здесь убивают. Должны, по крайней мере, Лейклс. Дальше за Езерой. Убили у нас только Шекера. Полосону еще один удар. Даблкил от Лейклса. Ну все, иллюзии. Репликейт, точнее, Морфинга тоже развалил. И Элдер Титан не самая грозная цель. Для Тролль Варлорда. Команда Сигней Чит Расс готовится выйти на хэкграунд. Но что-то долго жмется вообще у входа. У Марфа появляется БКБ. Ущипните меня. Наконец-то Миракл понял, что же его все-таки убивает. Миракл врыв пошел в Никс Ассасина. На лоу хп здесь морфинг. Через Этериал забирает Никс Ассасина. И Марфа забирает у нас Лейклс. Бэйбэка, по-моему, у Марфа нет. Так и есть. 220 остается. Но это минус мид. Ну и все. ГГВП пишет команда 5F. Они не выдерживают. Они понимают, что команда Сигней Чит Расс дико перефармлена. А это 25 плюс по золоту. И 25 по хп. Поэтому 5F великолепно видят концовку этого матча. Да, он может еще затянуться минут на 10-15. Но Миракл и все его подопечные решили, что не стоит. Лучше собраться на вторую катку. И во второй игре показать, на что 5F у нас способны. Что это? У микрофона друг. Это студия игрокам ТВ. Не забывайте подписываться на наш Твич. Нажимайте фоллоу. Заходите в группу ВКонтакте. Ну и, конечно же, на Ютуб. Подписывайтесь там. Все вводы сыгранных матчей именно там и нигде больше не появляются. Ну и на них ссылки, конечно, есть еще ВКонтакте. Но базируется у нас все на Ютубе. Ну что, микрофон, а друг, еще раз напомню, у нас матч в формате Best of 3, значит, впереди еще минимум одна игра. Вот, поэтому услышимся всего через 2-3 минуты, пока графика музыка не переключайтесь.